Ну что, вот и подошел к концу первый сезон захватывающего проекта «Битва спортсменов». Давайте-ка вспомним, как это было. Уже с самого начала проекта состоялась жесткая борьба между соперниками, фитнес-тренером Алексеем Столяровым и рестлером Ильей Малкиным. В соревновании по кроссфиту ребята очень старались и первая победа была присуждена Алексею Столярову. После чего Илья Малкин перехватил инициативу и заработал первое очко в свою копилку уже во второй серии. Он удачно провел сражения по футболу и вырвал свою первую победу. Следом Илья не оставил шансов Алексею в состязании спарринга. Будем справедливы, что Илье такие состязания ближе, чем его сопернику. Третья победа подряд пришла к нему в гонках, в заезде на картинге. Затем ребята снова вернулись в зал антифитнеса и в пятой серии Алексей отлично справился с заданием. В самом конце испытания получилось одолеть соперника и заработать второй балл. В шестой серии, где ребята таскали машину, Алексея снова не подвели его силовые способности и он не оставил даже маленького шанса Илье. Счет был 3-3 и становилось жарко. Илья растерял все свое преимущество. В соревнованиях по стрельбе из настоящего оружия, которое они получили от популярной модели Катарины Пудар, состоялась настоящая битва. Вначале Алексей был впереди, но Илья собрался и во второй части задания вырвал четвертый балл у Алексея. Почти все решалось в предпоследнем испытании в соревнованиях на ледовой арене. В хоккейном состязании у Ильи были все шансы, чтобы уже закончить сезон и отпраздновать победу. Но нашего рестлера подвела его самоуверенность. Он не смог избежать падений и быть столь же точным в попадании по воротам, как Алексей, который более собрано справился с заданием и заслуженно победил. И вот настало время финала. И задание в этот раз спортсмены получили от известного блогера Руслана Усачева. Какое же оно будет и кто победит? Финал выйдет 1 августа ровно в 12.00. А пока голосуйте в комментариях, за кого вы будете болеть в финале. За Алексея Столярова или Илью Малкина. Редактор субтитров А.Семкин